Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это Евангелие от Матфея 17.21 и книга пророка Исаии, 58 глава, 3 стих, мы зададимся вопросом, зачем нам поститься? Для чего? Сначала давайте прочитаем отрывок из Евангелия от Матфея. «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». И отрывок из книги пророка Исаии, 58 глава, 3 стих. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». Итак, здесь мы видим, что пост не является тем, что сосредоточено только на наших личных переживаниях, наших личных чувствах, и подлинный пост, он раскрывается, и в нашем отношении к другим людям именно во время поста. И во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 4-5 стих, мы находим такие слова первоверховного апостола Павла. «Но во всём являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах». То есть пост, хотя он и не совершается как бы на глазах у других людей, он творится Отцу Небесному в тайне, но в то же время это реальность, которая не скроется от восприятия других людей. Таким образом, наше свидетельство веры будет более достоверным. Зачем нам поститься? Во-первых, чтобы обуздать похоть плоти. По этой причине апостол говорит о соблюдении постов и целомудрия. Оказывается, эти вещи, они взаимосвязаны. Есть пост, есть целомудрия. Нет поста – нет целомудрия. И это потому, что пост, он как бы стоит на страже нашего целомудрия, оберегая и сохраняя его. При этом, конечно, надо понимать, что пост – это не только воздержание от пищи, это воздержание и от помыслов, разговоров, рассуждений, зрелищ, которые могут во время поста вывести нас из состояния целомудренного. И блаженный Иероним писал, «Без Цереры и Бахуса Венера холодна». То есть без обжорства и пьянства Венера, похотливая любовь, она как бы рассыпается в нашей жизни, прекращает свое такое явное воздействие на нас. Воздержание от еды, питья, от дурных мыслей – все это охлаждает пыл человеческой похоти. Особенно надо стараться избегать излишних разговоров во время поста. Это во-первых. Во-вторых, соблюдая пост, мы освобождаем свой ум, свое сознание, как бы расчищаем для созерцания небесных вещей. И вот в связи с этим мы читаем о том, что пророк Даниил перед получением божественного откровения пребывал в посте три седьмицы дней. Это десятая глава книга пророка Даниила. То есть для того, чтобы созерцать духовное и заботиться иметь Бога в разуме, мы должны пребывать в состоянии поста. Чисто физический пост, он не такой сложный, как пост духовный. Человек может действительно ограничить себя в скоромном, полностью даже исключить все скоромное, но при этом зрелище, разговоры, анекдоты, хохот и так далее. И пророк Даниил, который стремился получить от Бога откровения, видения, чтобы созерцать иную реальность, он пребывает в строгом посте. Третья причина – важность, необходимость соблюдения спасительного поста. Ради искупления грехов, в связи с чем мы читаем, «Обратитесь ко мне», – это Господь говорит, «обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании». Это книга пророка Иоиля, 2 глава, 12 стих. И блаженный Августин в одной из своих проповедей он говорит следующее. «Соблюдение поста очищает душу, возвышает ум, подчиняет плоть духу, делает сердце сокрушенным и смиренным, рассеивает тучи вожделения, охлаждает пыл похоти, воспламеняет истинный огонь целомудрия». Ну, можно сказать, что целая россыпь преимуществ, которые мы обретаем во время поста. Соблюдение поста в строгом смысле этого слова состоит в воздержании от пищи. Но если говорить конкретно, то пост означает воздержание от всего пагубного и прежде всего от любого греха и греховных помыслов, и греховных рассуждений. Кроме того, можно сказать, что соблюдение поста даже в строгом смысле этого слова является воздержанием от всех типов похоти и греховных вожделений. То, что делает человека свободным. Иногда для того, чтобы стяжать подлинную свободу и выйти из рабства дьяволу, из рабства греха, из состояния рабства страха смерти надо и претерпеть. И достойно принять тяготы поста и соблюдать пост в той форме, в какой церковь нам благословит это сделать. Теперь надо коснуться такого вопроса, как установленные церковью посты и насколько это все было не случайно. Почему посты установлены так, как они установлены? И давайте посмотрим на следующее обстоятельство. Ну вот, например, что касается сорока постных дней, то их количество, это непроизвольное количество, по мнению святителя Григория Великого, Папы Римского, Григория Двоеслова, вот это количество сорок дней поста обусловлено следующими причинами. Во-первых, читаем, десяти словия, то есть десять заповедей закона Божия, десяти словия исполнялись во всех четырех книгах Святого Евангелия, поскольку если умножить десять на четыре, то получается сорок. и действительно в том или ином виде Христос во всех четырех Евангелиях возвращается к десяти словию, к этим десяти заповедям закона Божия. Помните, юноша пришел и спросил, что мне делать доброго, чтобы иметь, наследовать жизнь вечную, учитель благий. А Христос ему говорит, исполняй закон. Юноша спрашивает, какой, и Христос указывает на десяти словия. Не убивай, не прелюбодействуй, почитай отца и мать и так далее. Потом Христос сам говорит, я пришел не нарушить закон, но исполнить. И так во всех четырех Евангелиях. А если десять помножить на четыре, получается сорок. таким образом каждый из четырех Евангелий, раскрывая подлинный смысл, деколога, десятисловия, показывает нам правильное направление. И в связи с этим наш пост сорокодневный. Далее Григорий Великий рассуждает. «Мы живем в составленном из четырех элементов смертном теле, и его похотями мы нарушаем изложенные в десятисловии заповеди Господни. Поэтому и наказывать это тело нам подобает сорок раз». то есть каждый элемент смертного тела нашего он как бы ответственен за нарушение десятисловия. и десять помноженное на четыре являет число сорока. Другое рассуждение. «Подобно тому, как закон предписывал подзаконом приносить десятины от вещей, так и нам надлежит приносить Богу десятины от дней. И поскольку год состоит их из трехсот и шестидесяти шести дней, мы, подвергая себя наказанию, в течение тридцати шести дней, а именно соблюдая шестинедельный Великий пост, приносим Богу десятину от нашего года. Получается, что по святителю Григорию Великому мы очищаем в течение Великого поста все, что делали не так на протяжении всего года. Блаженный Августин, в свою очередь, показывает как бы четвертую причину. Творец, говорит он, Творец всего, есть Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Тварь же отчасти невидима и есть душа, которая может быть обозначена числом три, поскольку нам предписано любить Бога Трояка, Августин пишет «всем сердцем, всею душою и всем разумением, а отчасти видимо, то есть душа, человеческая сущность, и есть тело, которое может быть обозначено числом четыре, поскольку оно подчинено жару, влажности, холоду и сухости. Таким образом, если умножить число десять, которое отсылает нас к полноте всего, на число четыре, которое отсылает к телу, посредством которого мы пользуемся всем, то получится число сорок. Итак, мы видим, что установленное количество дней не случайно и имеет глубокий смысл, как и каждое церковное решение о том или ином посте. И пост – это источник обновления души, но в Библии душою называется и сама жизнь человека. То есть слово душа означает как внутренний мир, так и вообще существование человека. Например, когда сказано, кто душу свою положит за други своя, имеется в виду, кто жизнь свою положит за други своя. И польза от поста всецелая и для души, и для духа, и для тела. Вооружимся этой мыслью. И следующий вопрос о посте в среду и пятницу. В древнем Патерике сказано, об Аве Пахомии говорили, что однажды труп мертвого несли по дороге. Встретив погребальную процессию, Ава Пахомий увидел двух ангелов, сопровождающих мертвого сзади одра и, размышляя о них, просил Бога, чтобы он открыл ему касательно их. Почему ему было что-то непонятно? Потому что мертвое тело является источником нечистоты, в принципе. А тут ангела сопровождают это тело. И он стал молиться, чтобы Господь ему открыл. И по его молитве пришли два ангела к нему и спросил он их, зачем вы, будучи ангелами, то есть чистыми духами, сопровождали мертвого, то, что не является чистотой, мертвое тело, а уже в процессе разложения. И сказали ему ангелы, один из нас ангел среды, другой пятка. И поскольку до тех пор, пока не умер он, этот человек, душа его не переставала поститься, в среду и пяток, то мы сопровождаем этот труп. Ибо он постился не только душою, но и телом. Так как даже до смерти своей сохранял он пост, то и мы прославляем его добре подвязавшегося в Господе. Апостолы оставили нам именно эти два поста. Это пост великий перед Пасхой и пост в среду и пятницу. В среду, потому что Иуда в среду он поспешил предать Христа, а в пятницу, потому что в пятницу Христос был распят. Пост это весна души. Давайте прочитаем что говорится в Писании, как нам надо переживать эту весну души. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 16 по 18 стих. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимися не пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне и отец твой видящий тайное воздаст тебе явно. Как пост является весной души, так он является источником радости нашего пробуждения. Как весною пробуждается мир природы, так и наша душа пробуждается во дни поста. Смотрите, что о весне говорится в Священном Писании. Это книга «Песнь песней», вторая глава с первого по тринадцатый стих. И думайте о том, слушайте слова, как пост пробуждает нас от некой нравственной, моральной, такой зимней спячки. «Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлица слышен в стране нашей, смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовония, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйти». Этими словами жених Христос обращается к пробуждающейся церкви невесты. Время поста – это время твоей и моей весны. И неважно, постишься ли ты в среду зимою и в пятницу летом или накануне Пасхи, или постишься постами установленными Святой Церковью, помимо древней апостольской традиции, каждое такое пощение – это наше пробуждение и преображение, спасительное и необходимое для нас. Будем об этом помнить. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. учебу. Редактор субтитров Продолжение следует...